Кода выпустили люди. Сказали, что там были ключи. Да. Я так понимаю, что они сказали, защищают. Давай все заново, все то же самое заново. Сейчас я все расскажу. Они сказали, что они защищают нас от вас. Это охрана, муниципальная дворка. А я им сказала, нас от людей защищать не надо. Вы нашего, так сказать, нашего сильного мэра защищаете? Царя Криворисовича. Вот такой вот он сильный мэр. Уже народ защищал. Рассказываю о сегодняшнем заседании комиссии. На ней рассматривались жалобы, которые были поданы самыми первыми в 4.20 утра 16 числа. Была моя жалоба и жалоба Никульниковой Василины Васильевны. Она грамотный юрист, я просто, я не юрист, я просто учусь. Поэтому на сегодняшнее рассмотрение Никульникова отозвала свою жалобу, как таковую, которая не была рассмотрена в отведенное законом время и будет обращаться в суд. А у меня они мою жалобу рассмотрели, соответственно отказали. Ну что не мешает мне точно так же обращаться с жалобами на бездействие этой комиссии. Не были удовлетворены ни одна жалоба. Поступили жалобы от имени заместителя Беляева Елены. Она была заместителем головы одной из дельничных комиссий. Яка? 614. И от секретаря этой же комиссии в этих жалобах были изложены конкретные факты злоупотреблений в этих комиссиях. Описаны те технологии, которые использовались в этот день на избирательных участках. И указывалось, что когда Елена хотела в протоколе, подписывая протокол, указать, что окрема думка, это так по закону, то есть не может член комиссии не подписать протокол, он подписывает и пишет с окремою думкою, и потом в письменном виде излагает свою окрему думку. Так вот, в тот момент, когда она подписала протокол, у нее его вырывают и прячут под замком, не давая ей написать протокол. Надо было наоборот делать. В этот же день сразу же Елена едет в городскую комиссию, обращается к членам, к юристу комиссии, которая своим отношением доводит Елену до слез, не выполняя свои должностные обязанности. Вот эта жалоба была подтверждена повторной жалобой секретаря этой же комиссии. И единственное, что под давлением прессы, общественности, спостерегачив удалось добиться, комиссия приняла, якобы приняла решение направить материалы по этому факту в полицию. Но Лена полагает, что они этого вряд ли сделают, поэтому она перестрахуется. Давайте ей поаплодируем, маленькая и сильная женщина. Хочу рассказать о вчерашнем дне. Многие из вас знают, что вчера была единственная удовлетворенная жалоба кандидата в мэры Милобога о нарушениях. Была единственная удовлетворена из 21. И нам было позволено провести перерасчет голосов на 615 участке. А где он находится? Это Ингулетский район. Причем, я вам скажу сразу, честно. Это тоже Ингулет, да? Да, Ингулет. Это решение было принято тогда, когда нас здесь собралось почти 3000. Под угрозой того, что мы сейчас войдем, если комиссия начнет принимать неправомерные решения. И они согласились. Сейчас мы примем. Я думаю, что, организовывая технологии, карусели, они знали, на каких участках они это делали. И поэтому, когда рассматривалась вне очереди жалоба конкретно по 615 участку, они понимали, что злоупотреблений каких-то там явных там не будет. Либо они к тому времени уже почистили там. Потому что у меня есть основания полагать, что мог быть факт проникновения. Почему? Сейчас я расскажу. Итак, мы приезжаем по закону. Если городская комиссия принимает решение о проведении перерасчета, он происходит срочно, сразу же. Поэтому в 5 утра назначается пересмотр на 8 утра. Мы едем на 8 утра, вот тут мы сидели до 5, на 8 едет Вунгулец, членов комиссии собирается 5 человек. Кворума нет. Принимает голова решение, что будет рассмотрение на 15.00. Приезжаем на 15.00. Комиссия в полном составе, нет ни одного из 18 представителей ДВК. То есть комиссия по закону обязана быть на перерасчете голосов. Представьте себе ситуацию, я потом обращу внимание, почему на это важно. Из 18 якобы ни один не смог прийти. Ну да. Понимаете, да? Вот если вы получили звонок, ну да, может не получиться. Возможно, вы не могли отпроситься и без доволения. Ну не 18, конечно. Так, да. Но, когда голова зачитывает, я же еще раз повторяю, я не юрист, я только учу, он немножко так акцентировал на постанову городской комиссии, что постанова звучит так. Ингулетские районы комиссии приняли решение про перерахунок голосов. То есть, они не дали, так сказать, указовку провести перерахунок. Приймите решение. И вот поэтому не было членов ДВК, потому что они планировали прийти решение, что не видят необходимости перерахунки голосов. Но общественность, которая собралась, представители ЗМИ, они под таким тиском, очень красивым тиском, вы должны были принять решение про перерахунок. И призначили его на 18-ую годину. Третий раз мы едем туда. Ты собираешься? Ключи есть. Ключи нашли. Ключи есть. А чего? Давайте не отвлекаться на такие мелочи. Да ладно. Нет, это не мелочи. О, и ныбанат. Ну, убирай сюда. Ну, убирай сюда. Ну, убирай сюда. Ура, ура! Ура! Молодцы, вы стояли, что надо выйти так, да? Ну, ложники, чушу. Итак, в 18.00 собирается полный состав территориальной инкурентской комиссии, полный состав участковой комиссии, и мы начинаем перерасчет голосов. Первое нарушение. Тогда открывалась дверь хранилища, где находились документы, лента, контрольная лента на... Валя, я прошу. На которой подписи членов комиссии, дверь вот так вот открывается, причем голова так резко это делает, раз, и она остается целой. Вот так вот клеем на маш, приклей, и все нормально. Это все зафиксировано. Выносят мешок, поднимают туда. Очень долго нас не подпускали. То есть договаривались, как мы будем наблюдать. Нам хотели вообще там, вот где-то там сидеть, мы вон так вам показывать будем. Начинаем мешок вскрывать, а у него нет пломбы. Он просто завязан на узел. То есть дверь хранилища открывается без контрольной ленты легко, без нарушения пломбы. Пломбы на мешка нет. Кто мне докажет, что не было проникновения в хранилище? По этим фактам составлены Инна Ивановна и составлены акты. Дальше. Начинаем перерасчет. В количественном, в общем-то, корешке, бюллетене, нарушения нет. Но среди бюллетеней находятся бюллетени, на которых не проставлен номер участка. То, что мы говорили на суде. Дальше бюллетеня у Милобога и семь у Вилкулов. Комиссия голосует, каждый бюллетень отдельно переголосовывает, принимать ли его за действительный. Да, по закону, это якобы и не является, не делает бюллетень недействительным. Но нарушен пункт 10, статьи 75, о том, что все бюллетени должны быть пронумерованы, нанесен номер участка. Негайно после отримания бюллетенов комиссией. То есть, и про это складен акт. И далее, когда мы смотрели, поднимают списки избирателей, считаем, пересчитываем все. А я смотрю на подписи, которые поставлены. Доказать, что это чья-то подпись, ну, трудно. Но всегда видно, когда она неестественна. Знаете, вот кто пытался, кто пытался когда-нибудь подделывать подписи? Знаете, да, особенно в конце, так получает такая какая-то либо замысловатая, либо такая неестественная закорючка. Вот таких подписей было много. Единственное, я об этом говорила, но подпитства, что сделать, не было. Хотя, акт, який был складан на цей дельнице, именно про то, что видели много людей, которые ходили группами, и есть подозра, что это не выборцы этой дельницы. Поэтому мы попросили, поспелкували с юристами, попросили надать оцей список выборцев для перевирки, для, если голосовали эти люди, или нет. Нам было отмолено. Но про это был складан еще акт. Эту скаргу по этим актам сегодня кандидат Милобог подав до комиссии, ее начали рассматривать, но когда мы стали настаиваться на том, чтобы они зачитывали слух, чтобы люди слушали, у них появилась такая думка, давайте мы перенесем заседание на окремый день. И заседание наступное призначено на 21 листопада, это субота на 14-ую годину. То есть, наступный раз мы тут собираемся в суботу. Но смотрите в фейсбуке, мы все это будем... Мы сейчас будем думать, что делать. И что я хотела вам сказать? Я думаю, вече будет обовязково. Я хотела подякувать вам, потому что один раз было окно... Нет, не было открыто. Вы, может быть, очень... Гучно! Нет, мы кричали гадьба! А это когда вы начали микрофон гнать ерунду?